МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, достаточно только письменного заявления от родителей. Так ли просто устроить в школу ребенка в столице, узнаем у нашей гости. Добрый вечер. У нас в гостях Оксана Виттер, мама девятиклассницы Кристины. И по совместительству моя коллега. Здравствуйте. Оксана, сегодня вы совершили пробную попытку, но уже достаточно серьезную, устроить свою дочку в школу. Скажите, насколько это было сложно, с чего вообще все началось, с чего начался поиск школы? Начался поиск школы с того, что, во-первых, у нас есть определенные условия. Мы учимся в школе с углубленным изучением иностранных языков. Второй язык у нас французский. Поэтому в округе мы школы не нашли. И случайно совершенно по номеру я наткнулась на школу 115. В такой же школе с таким же номером мы учились в Донецке. Схожая специализация. Естественно, я подумала, что мы можем учиться там. Позвонила в школу, мне сказали, спросили, какой класс и так далее, и тому подобное. Расспросили о ребенке. Ребенок учится хорошо, она отлично закончила школу. Школа сильная. Девятый класс. Пожалуйста, приезжайте. Но по приезду оказалось, что девятый класс переполнен. Более того. Неожиданно. Неожиданно. Более того, при входе в кабинет директора, Татьяна Викторовна зовут директора, мы встретили еще одну маму с мальчиком, тоже из нашей школы. Видимо, школа это, она просто с углубленным изучением иностранных языков в Соломинском районе, ничего такого там сверхъестественного. Но школа не элитная, это обыкновенная школа. Обыкновенная школа. Просто по номеру мы нашли, ничего там мы такого не искали. Значит, просто совпал номер, и видимо, несколько человек еще пришли тоже в эту же школу. Такая же специализация, такой же номер. Тем отказали вообще без объяснения причин. Переполнен класс, уходите. Нам сказали, так как я уже сослалась на то, что я из СМИ. Намекнули, да, так скажем? Намекнуло. Я говорю, ну хорошо, 9 класс переполнен. Я говорю, ну я же звонила вам. Вы сказали, приходите. Ах, ну да, тогда протестируйтесь. С нами провели собеседование и дали грамматическое задание. Ребенок ответил, неплохо, я присутствовала. Но не на отлично, потому что прошло 3 месяца со времени, так сказать, окончания 8 класса. А хорошо, средний уровень. То есть на 4, скажем так, по 5-бальной системе. Да, по 5-бальной системе на 4. Естественно, она говорит, мне сама сказала, что мама, если бы мне дали время подготовиться, я бы написала и тему бы нормально написала, и все остальное. Но учительница спрашивала сходу, сидя над ней. То есть я так понимаю, мало того, что ребенка тестировали, хотя тестировать его не должны, по идее, и не имеют права, так еще и оценка 4, то есть это даже неудовлетворительно. Не устроила директора. Не устроила директора. Мы не знаем со схожим номером и схожей специализацией, интересно, такой крупный город. Поэтому, извините, со средним уровнем мы ребенка взять не можем. То есть зачем вы к нам пришли? Зачем вы к нам пришли? Я хотела бы узнать, какую аргументацию вот конкретно дал учитель, что ребенок недостаточно подготовлен или... Учитель дал такую аргументацию, что вы знаете, к нам уже приходили, они были готовы лучше. Кто именно, я не знаю, передо мной людям отказали. В отзывах в школе я читала, что из Луганска приходили к ним тоже, им тоже отказали. Сумели ли вы пообщаться с той мамой, которая привела мальчика из Луганска, и озвучила ли она причину отказа им? Почему не приняли их? Из Луганска нет, не было аргументации. В отзывах было написано, что мы даже не знаем, какая грамотная отзыв, все, какая-то школа хорошая или нет, нам отказали. Передо мной, которая стояла мама, здесь просто был переполнен класс, их просто некуда сажать. Она говорит, ну рядом школа, мы, как бы, такая же специализация, ребенок же учился, как же нам дальше? Как хотите. То есть, как хотите, это в корне неправильная позиция, я считаю, что в этой ситуации мы сегодня обязательно разберемся. Оксана, ты сегодня будешь, скажем так, своими вопросами представлять всех мам Донбасса, которые пытаются вместе со своими детьми найти для них школу. После тебя у нас будет в студии представитель Министерства образования Украины. Давай, перед тем, как мы посмотрим материал об образовании, который по стечению обстоятельств делала также ты, давай мы выведем такой некий список, перечень вопросов, которые мы зададим гостю в нашей студии. Я думаю, первым будет, почему ребенку с хорошим уровнем подготовки отказали в обычной рядовой школе Киева. Да, 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 и с отличным аттестатом, с хорошим уровнем подготовки, это первое. Второе, что нужно, какие условия приема в школу, да? Вот, в какие школы, может быть, приоритетно следует обращаться, обязаны ли брать школьников из зоны АТО, имеют ли право тестировать таких детей? И вообще, имеют ли право тестировать детей при приеме в школу? Просто, может быть, достаточно принять аттестат? Ну и, в общем-то, хотелось бы, конечно, спросить, до какого числа принимаются документы, какие документы необходимы, и имеют ли право требовать личное дело? Потому что это мой ребенок уже мне говорил, видимо, общаются тоже в соцсетях. Личное дело ребенка. Да, что личное дело они должны получать из школы, из другой. А многие мне говорили о том, тоже мамы на форумах писали, о том, что многие школы просто требуют личное дело. Без личного дела ребенка не берут. А личное дело они должны передавать просто автоматически из школы. Достаточно табеля. Спасибо, Оксана. В этих вопросах мы будем разбираться далее. Школьникам в зоне АТО чиновники Минобразования обещают плавающее начало учебного года. Обучать детей намерены дистанционно, но как это сделать в отсутствии света и интернета не знают. Не спешать принимать в украинские вузы и студентов из Донбасса. Официального статуса у них не будет. Обещают лишь временное зачисление в качестве свободных слушателей. Моя коллега Оксана Виттер подробнее. Студентка экономического колледжа Инесса выезжала из Луганска под пулями. Говорит, возвращаться домой страшно. Учебу хочет продолжить в Киеве. Как это сделать, не знает. Документы из техникума ей забрать не удалось. Не дозвониться в колледж не можем. Сотрудников нету. Все разъехались. Девушка училась за счет государства. Однако в Киеве бюджетников принимать не соглашаются. В схожей ситуации и контрактники. В связи с тем, что нет никакого положения по нашим деткам, сами понимаете, бюджет просто невозможен в принципе. Ну и, конечно же, самое обидное это то, что так как нет документов, нам просто говорят о том, что ну хотя бы что-то, ну хотя бы что-то. А просто ничего нет. Взять всех желающих студентов вузы не могут, говорят в ректоратах. Ведь указа об особом статусе учащихся из Донбасса нет. Не выделено ни дополнительных бюджетных мест, ни денег на дополнительные комнаты в общежитиях. Этих мест у нас единицы. Это первое. Второй аспект это, как будут эти дети получать стипендии. Кто им будет платить стипендии? И контрактные студенты, как мы сможем ли мы получить эти деньги, уча семестр или год семестр на наш счет. Потому что у нас огромное хозяйство. Массово переводить студентов из Донбасса в вузы других регионов и не планируется, говорят в Министерстве образования. Ведь нужно сохранить высшие учебные заведения Донбасса и преподавательский состав. Поэтому украинские вузы примут студентов из зоны АТО как вольнослушателей. Если придется учиться долго, им выдадут и справки с оценками. Мы, очевидно, дозволим, возможно, термином на первый семестр, тем абитуриентам, которые опинились своими семьями за межами Донбасса, влаштовываться на учения в те учебные заведения, которые находятся в том регионе, где они опинились. То есть они смогут там учиться. Фактически это будет статус, умовно говоря, вольного слушателя. Они смогут там учиться, они одержат доведки про свои оценки. Куда пойдут учиться через две недели, не знают и школьники. Кристина закончила восьмой класс в Донецке. Уже второй месяц девочка живет с мамой в Киеве. Когда начались бомбежки в Донецке, одноклассники в основном разъехались. И теперь непонятно, идем ли мы в школу 1 сентября. Директор говорил, что такие занятия состоятся, но еще ничего не ясно. Начало учебного года в школах Донбасса будет плавающим, говорят в Министерстве образования. Если на освобожденных территориях он начнется 1 сентября, то дети в городах, где идут военные действия, будут учиться дистанционно. Как это сделать, чиновники пока не знают. Ведь зачастую в осажденных городах нет света и интернета. На сегодняшний день даже очно-заочную форму навчания и консультационную форму навчания в некоторых местах очень сложно нам организовать и в Донецке, и в Шахтарске, и в Горнице, и в Янаке. В Донбассе разрушены 10% учебных заведений. Восстанавливать школы и вузы помогут благотворительные фонды, говорят в Министерстве образования. Выпускники, не прошедшие военно, смогут сдать вступительные экзамены на базе вузов в Донбассе. Первокурсники начнут учиться с 1 октября. Методичку для родителей, чьи дети из-за войны не могут пойти 1 сентября в родную школу, мы постараемся составить сегодня. Поможет в этом заместитель директора Департамента среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Сергей Детленко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну что ж, сейчас в сюжете мы видели ту самую девочку Кристину, мама, которая была у нас в студии до вас. Девочку не взяли сегодня в школу. И объяснили достаточно размыто, не аргументированно, почему они не могут принять ребенка. Есть перечень вопросов. И первый, почему такая ситуация произошла? Ведь Министерство образования говорило о том, что только лишь письменного обращения и заявления родителей достаточно для зачисления ребенка в школу. Так, мы обратились к директору в ЗАЗ и с такой вимогой, чтобы дети, которые переселенцы, принимали в ЗАЗ лишь за заяву батьков. Все другие документы, ЗАЗ, уже потом может сделать заявку и отримать позже. Чи трапляються випадки, когда не принимают до школы этих детей? Ну, я особисто про такие випадки, наприклад, не знал. До нас дуже рідко звертаються з такими питаннями. Зазвичай таких дітей приймають, больше того, їм навіть створюють умови сприятливі для цього. В яких випадках це може статися? Тоді, коли, наприклад, звертаються до ЗАЗ, який має спеціалізацію, і того закладу, який там ліцеї, коллеги, гімназії, які приймають на конкурсній основі. Конкурсна основа – це для всіх дітей, і також ті, хто подає свою заяву, також мають пройти цей конкурс. Такий випадок може статися. Що робити в випадку, коли це сталося в звичайній загальноосвітній школі? Насамперед, потрібно звернутися до органу управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад. Я думаю, після такого звернення ситуація вирішиться сама по собі. Ещё имало місце бути неке тестування ребёнка. Після того, як мама позвонила в школу, їм сказали, що необхідно пройти тестування, для того, щоб ребёнка могли прийняти. Оцінкою тестування оказалось 4 по п'ятибалльній системі, на що директор ответила, що уровня знань недостаточно. Могуть ли вообще тестувати руководители заведень, дітей? Знову ж таки, тестування може мати місце в тих випадках, де є конкурсний набір до цього навчального закладу. Це ліцеї, гімназії, колегами і спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади. Там може бути конкурсний набір, і там дійсно проводяться випробування. Але, напевно, не п'ятибальні системи. У нас 12-бальна система оцінювання. Я переконвертувала оцінку, щоб було понятній. Можливо, заклади приймають свою систему оцінювання. І, насправді, я не можу коментувати саме цей випадок, тому що я не володію всією інформацією. Але ці заклади, справді, можуть мати можливість проводити вступні іспити, або вигляді тестування, співбесіди чи інші форми. Ще трапляються випадки, коли дитина не подає документи, ніяких документів немає. І директор школи, бо керівник закладу, визначає рівень знань дитини, для того, щоб визначити навіть клас навчання. Бо ніякого документального підтвердження немає. Чи дитина навчалася перший клас, закінчила, чи другий, чи сьомий, восьмий. Вони також можуть створити відповідну комісію. Але це вже не тестування, це просто визначення рівня знань дитини. Як бути з документами? Мають ли право руководити школу затребувати личне справи дитину, як це сталося, знову ж, в нашій героїні? Ні, вони не мають права вимагати особливих справ. Особові справи знаходяться в загальноосвітніх навчальних закладах. Зрозуміло, що якщо люди звідти виїжджали, ніхто їх не забирав звідти. Щоб особову справу віддали на руки, треба погодження того навчального закладу, куди дитина перейде відповідно до правил. Відповідно, ці правила не можуть діяти. І ми наголошували директорам шкіл, що це є неприпустимим. І зараз, користуючись нагодою, якщо ми в студії, я ще раз хочу звернутися до тих директорів, які, можливо, десь були відпусті, до яких інформація не дійшла, які не володіють цією інформацією, що за рішенням Міністерства освіти цих дітей, які є переселенцями, приймають до загальноосвітніх навчальних закладів виключно за заявою батьків. Всі інші документи добуваються в процесі. Вона, як мама цієї дитини, як і всі інші громадяни України, має право, щоб її дитина навчалася в будь-якому загальноосвітньому навчальному закладу, незалежно від місця регістрації або прописки. Вона має вибрати той навчальний заклад, який підходить дитині. Відповідно, потрібно врахувати особливості навчального закладу, тому що якщо дитина навчалася в якійсь спеціалізованій, наприклад, школі з поглиблення вивченням якогось предмету, то краще було б знайти такий заклад поблизу місця проживання і на новому місті. Водночас, якщо переселенці переселяються в сільські райони, де одна школа або немає такої специфіки діяльності, відповідно, забезпечити таку специфіку буде дуже складно. Тому існує така ситуація. Мамі потрібно звернутися виключно до директора школи, написати заяву, в який клас дитина, її дитина буде вступати. Відповідно, на місці потрібно вияснити, чи потрібно якихось додаткових вступних іспитів, якщо це ліцеї і гімназії, чи ніяких більше умов школа не висуває. Всі діти повинні бути забезпечені навчальною літературою, відповідно до той, який клас дитина вступила. Місцем навчання, якщо це перші-четверті класи, то їх повинні поставити на безкоштовне харчування. Якщо це дитина з сім'ї, яка потребує пільг, то харчування і в середній, і в старшій школі в них безкоштовно. Тобто ці всі діти виконують всі вимоги і користуються всіма правами, що всі діти, які навчалися в цій школі до цього часу... Якщо це порушується, як в цьому імовірному випадку, про який нам розказували... Ми відповідаємо за достовірність цього випадку. Так, достовірність, добре. Тоді потрібно звернутися до місцевого органу управління освіти. Це районний відділ освіти. Я думаю, що там це питання вирішити. Якщо не можна там вирішити, є обласний, чи в Києві міський, департамент освіти і науки. Ну і крайний случай, це випадок, це Міністерство освіти і науки. Ми показували на екрані телефони Міністерства образування. Якщо що, то недовольні мамочки будуть дзвонити привіком к вам. Можуть зателефонувати до нас, але, ви знаєте, інколи трапляється так, що батьки сам перетелефонують до Міністерства на всяк випадок, а тоді вже йдуть до школи. Я порадую, давайте спочатку до школи, і якщо, не дай Боже, що щось не так, то тоді вже використовуємо інші важливі вирішення цього питання. Як би дітям, які на сьогоднішній момент знаходяться в освобождённих городах? Ми говорили в нашому видеоматериалі, що около 10% школ Донбасса на сьогоднішній день разрушены. Це разні степени повреждення, начи від від відбитих окон до разрушенних полностью зданий. Учебний год стартує буквально через 10 днів. І ми слухали інформацію о некоем плаваючому початку учебного року, дистанційному обученні, посредством інтернету. Але в ніяких школах, в ніяких сілах навіть немає світа. Як це буде все приводитися в дійсні, цей механізм? Як ці проблеми будуть решатися? На минулому тижні ми провели велику нараду за участю керівників освіти Донецької і Луганської області. І дійшли спільну висновку, що на всіх територіях, які звільнені наразі, навчальний рік розпочнеться 1 вересня. І до цього часу буде забезпечена підготовка загальноосвітніх навчальних закладів до свята першого дзвоника. Є питання щодо кількості дітей, які навчаються, щодо кількості загальноосвітніх навчальних закладів. Ви говорили, що в одних школах тільки вікна вибиті, другі зазнали значних пошкоджень. Але слід врахувати той факт, що за останні 11 років, наприклад, кількість учнів у Донецькій області зменшилася на 160 тисяч. А кількість закладів всього на 100, більш трошки, як 100 закладів. Тобто, недовантажені навчальні заклади були недовантажені як в Луганській, так і в Донецькій області, як і в всій Україні. Тому навіть якщо якась школа випаде з цього ланцюжка, то їх не приїжджати в межах пішоходної доступності або будуть забезпечувати підвіз цих дітей. І керівництво освітою Донецької і Луганська запевнило нас, що питань щодо навчання дітей у визволених регіонах не виникне. А що касається регіонів, в яких зараз є так дивні бойові дійсві, наприклад, Луганськ, наприклад, Донецьк, там в зоні пішохідної доступності школи можуть оказатися достатньо опасними об'єктами. І як дітям, що не вчитися вовсі зараз? Як ця проблема вирішується? Оце питання вирішувалося на цій самій нараді, це питання піднімалося. І дійшли до такого висновку, що, напевно, що рішення про здійснення навчального процесу і його початок буде вирішуватися місцевими органами управління освітою і місцевими органами державними на місці. Нам з Києва... Тобто по ситуації, я так розуміюю? Так, їм видніше, ніж нам з Києва, видніше, коли забезпечити безпеку дітей і розпочати навчальний процес. Тобто, можливо, старт учебного процесу буде відложений на определене часи, для того, щоб зберігатися безпеки дітей? Так, якщо це є потреба відкласти його на тиждень, чи на 10 днів, чи на 20 днів, я думаю, що ми можемо це надолужити. А якщо ні? Зараз розглядаються різні питання. В тому числі і дистанційна освіта. Але дистанційна освіта добра для старшокласників. Там, де є зв'язок, а там, де нема зв'язку і для дітей молодших класів, це такий варіант не підходить. Розглядаю вас питання щодо вивезення цих дітей у безпечні регіони, в тих самих Донецькій і Луганській області, наприклад. Але це також потребує значних зусилів. Всі ми пам'ятаємо, як складно було вивезти дітей з інтернатів, із зони АТО, які контролюються бойовиками. Це процес є складний, і не всі батьки погодяться на це. Тому тримаємо кулаки, сподіваємося, що до 1 вересня ці території будуть звільнені, і 1 вересня діти розпочнуться навчальний процес. В іншому випадку місцеві органи влади мають прийняти рішення щодо доцільності початку навчального процесу. Дякую за ваші комментарии. Ситуату со стартом учебного року на Востоке України комментировал заміститель директора департамента среднего і дошкільного образування Министерства образування і науки України Сергій Дятленко. І к следующій темі. Вчера весь мир отмечав Международний день гуманітарной помощи. Бескорыстная підтримка в последніх нескільки місяців стала единственним шансом на спасення для жителей Востока. Именно вчера в Днепропетровскі начали формувати гуманітарний рейс Рената Ахметова. Он доставить на Восток минимум 10 тисяч тонн помощи. Перві 50 машин уже начали загружати продуктами. О том, що готовять к отправці, расскажуть мої колеги. Грузовики через нескільки дні отправятся в путь не близкий, но очень важный. В них еда і такі прості, але необхідні для жизни товари. Детські набори і средства личної гігієни. Сотні коробок вже начали загружати в машини. Груз содержит товар у першої необхідності. Це крупи, це мука, це сахар, це консерви, рибні, місні. Ми учли також, що в зоні военних дістів находяться маленькі діти. Для них теж є комплектація товара, які включають в себе детське питання, молочні смеси. Перші 50 грузовиків з гуманітарного рейса Рината Ахметова вийдуть в путь вже на цій неділе. Вони повезуть 200 тисяч продуктових наборів для жителів Донецької і Луганської областей. На две неділи люди будуть обеспечені їдою і всім необхідним. Всього ж в зону АТО доставять 10 тисяч тонн товаров. Этого хватить, щоб накормити і підтримати в трудне время около мільйона жителів Востока. Це свого роду десант милосердия, тому що зараз в настоящее время вона существує большой запрос на милосердие, тому що в регіоне больша трагедія. Організацією і перевозкою груза займається гуманітарний штаб при фонде Рината Ахметова. Він об'єдінил усілия бізнеса, футбольного клуба «Шахтёр» і благотворителей. Помощь заложникам війни стала общей миссією. По предварительным оцінкам ООН, зараз в зоні боєвих действий, в зоні АТО, знаходиться от мільйона до трьох мільйона чоловік. І ми прекрасно розуміємо, що цим людям потрібно поможти вжити. Він така філософія цього гуманітарного рейса. Ми не просто так везем этот груз куда-то в определенные точки. Ми узнаем потребность каждого города. Ми узнаем потребность каждого населенного пункта, щоб привезти точечно именно то, що потрібно. Грузовики, як тільки завершиться їх загрузка, последують із Днепропетровська в Мариуполь. І вже оттуда силами волонтерів поміч начнут отправлять в зону боєвих действий і в освобожденные города. Підробніше о гуманітарному рейсі прямо сейчас у нас в студії Римма Фель, координатор гуманітарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. Римма, здравствуйте. Добрый день. Ми сейчас видели в сюжете, как продолжається погрузка первого рейса, первых машин. Я думаю, самым важным вопросом, одним из самых важных станет то, в какие города поедет этот рейс, поедут эти продукты, эта помощь в первую очередь. На самом деле, конечно, это очень важный вопрос. Потому что потребность в продуктах, потребность в воде, потребность в детском питании есть во всех городах. И в освобожденных, и особенно в тех, в которых проходят активные боевые действия. Естественно, наша основная задача, чтобы гуманітарная помощь попала именно в эти города. В Донецк, в Горловку, в Макеевку. Я сразу скажу, что это будет очень важно. И поэтому гуманітарный штаб Рината Ахметова обращается ко всем международным организациям, фондам, ООН, Красному Кресту, врачам без границ, с помощью, с просьбой о том, чтобы нам помогли доставить этот груз. Мы понимаем, что это будет очень сложно, но это наша основная задача. Мы будем делать все возможное, чтобы попасть в эти города. А так, мы тоже прекрасно понимаем, что продукты питания важны и нужны в тех городах, которые уже освобождены, но в которых сейчас находится огромное количество вынужденных переселенцев. Вы знаете, нам приходят очень много заявок и просьб, и частного характера на телефоны горячей линии, и просьбы от мэров городов, заявки от мэров городов. Это и Доброполе, и Мариуполь, и Горловка. То есть сейчас нет, наверное, места, нет такой точки на Донбассе, в Донецкой, в Луганской области, которая бы не нуждалась. И наша очень большая задача, очень сложная задача приехать вот туда, где мы нужны. А по поводу помощи ООН, в студии после вас у нас будет региональный представитель агентства ООН, мы обязательно зададим ему вопрос, может ли присоединиться агентство и помочь с доставкой продуктов. Мы очень надеемся, мы очень надеемся на помощь волонтеров, мы очень надеемся на помощь всех абсолютно заинтересованных лиц. Вы знаете, пора сказать правду, пора говорить о том, что в Донбассе гуманитарная катастрофа, мы прекрасно понимаем, что в нашем родном крае нет воды уже, который день в Донецке в том числе. И мы знаем, что во многих городах настоящий голод. Пенсии не платятся уже третий месяц. И это правда. Вы знаете, это правда жизни. И мы обязаны об этом говорить, мы обязаны ставить в известность общество и те города и области, в которых, слава богу, нет войны. Но все должны знать, что Донбасс в беде, Донбасс в огне. И нужно консолидировать все здравые силы для того, чтобы как можно скорее помочь людям, которые там находятся. Давайте посмотрим на инфографики. Прямо сейчас сколько конкретно продуктовых наборов, сколько машин отправляется из Днепропетровска уже в ближайшие дни. То есть это 2000 тонн, это только первый груз, это только начало всего... Первый транш. Да, это только первый транш, всего более 10 тысяч тонн. Мы уже говорили, сейчас вы видите те города, в которые направляется груз в первую очередь. Рима, вы говорили о том, что вы узнаете адресно у каждого города, у каждого села, что необходимо конкретно. Каким образом это происходит? Вы взаимодействуете с городскими властями? Мы взаимодействуем со всеми мэрами городов. Естественно, мы взаимодействуем с областными администрациями. И вот от каждого мэра, от обладминистрации есть заявки о потребности, о потребности в гуманитарной помощи. И мы говорили, вы показывали сюжет о том, что будет детское питание. Это тоже огромная проблема, потому что в зоне, где проводятся активные боевые действия, находится очень много детей. Нужно говорить о том, что даже в Донецке сейчас работают родильные дома. Там рождаются детки, там находятся очень тяжелые дети. Ведь те, у кого была возможность уехать, и финансовая возможность, и моральная возможность, те город покинули. Остались те, кто не могут покинуть в силу различных причин. Я знаю несколько случаев, когда в родильных домах находятся очень тяжелые дети, которым нужны срочные операции, которым нужны срочные транспортировки. И, к сожалению, часто мы не можем даже вывести по разным политическим, так скажем, причинам. И мы можем говорить о том, что этим детям также нужно питание, нужны лекарства. Им нужна вода. И всяческая поддержка. Да, и хотя бы, для начала, то, что поддерживает жизнедеятельность, действительно, хотя бы вода. Если уже на сегодняшний день какое-то понимание, каким образом эта помощь, эти продуктовые наборы и другая помощь, будет отдано, доставлено конкретно жителям. Это будет раздача на центральных площадях, либо адресно как-то по домам, по адресам, вот по тем городам, которые мы показали, куда направляется первый транш в ближайшие дни. Вы знаете, вопрос логистики, естественно, очень сложный, и он будет тоже в каждом городе отдельный. Есть те города, скажем так, присутствие группы СКМ, где находятся крупные градообразующие предприятия, Авдеевка, Янакиево, в которых, естественно, распределение этого гуманитарного груза будет проходить с помощью сотрудников, с помощью волонтеров этих предприятий. И так нужно говорить о том, что Авдеевский Коксахим очень много помогает и водой, и продуктами питания. И в бомбоубежище, например, более недели находятся люди, которые прячутся от боевых действий именно там. Поэтому в этих городах помощь будет распределяться сотрудниками предприятий. В других городах будем использовать, просить помощи волонтеров, просить помощи, естественно, городов. Там есть территориальные центры помощи малообеспеченным. Ведь самое главное, чтобы эта помощь попала бабушке, которая не может ходить и находится дома где-то в многоэтажке. Слава Богу, человек, у которого есть руки-ноги, есть зарплата, пусть ее и не платят определенное время, но он может прийти и что-то, да, и взять. Но самая большая задача найти этого пожилого человека или больного человека и принести ему. Это огромная проблема. Римма, я не могу вас не спросить и о процессе эвакуации. Я знаю, что штаб активно продолжает эвакуировать людей даже из самых горячих точек. И сегодняшний день не стал исключением. Автобусы снова отправились. Сегодня, насколько я знаю, это было Енакиево и еще два города... Ну вот Снежной и ФТРС уже третий день не пускают ДНР. Да, просто заворачивают автобусы. Запрещают вывезти мирных жителей. Да, ну там тоже есть определенный бизнес. Знаете, если штаб Рината Ахметова вывозит людей бесплатно, и мы беремся за самые тяжелые случаи. Вот, например, вчера стали вывозить... Около 10 дней велись переговоры, очень тяжелая была эвакуация. Стали вывозить пациентов Старомихайловской психоневрологической клиники. Вы понимаете, что такие больные люди оказались абсолютно ненужными, и только фонд, волонтеры занимаются этой эвакуацией. Только за последние несколько недель был эвакуирован Горловский психоневрологический... Дом престарелых, Тореский психоневрологический санаторий. И, ну вот, например, очень яркий пример Макеевская спецшкола для сложных подростков. Вы знаете, детей эвакуировали без конвоя, потому что была угроза, что этих пацанов, этих малолетних преступников заберут служить ДНР. И это было, знаете... На самом деле нюансов просто миллион и... И так получилось, что, ну, к сожалению, не государству нужны эти люди, эти дети, эти старики, пенсионеры. А волонтерам? Благотворительным фондам. Да, МЧС. Спасибо огромное, МЧС. Они просто помогают даже физически загружать этих людей, этих тяжелых стариков, больных, инвалидов в микроавтобусы для того, чтобы их как-то транспортировать. Мы напомним, чтобы записаться на выезд, на эвакуацию, звоните по телефону горячей линии штаба поможем 0800 509 201 или пишите на горячую электронную линию helpdonbass.fdu.org.ua Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. А мы продолжаем рассказывать о проблемах жителей Востока, покидающих зону боевых действий. 169 переселенцев из Луганска нашли приют в курортном поселке Рыбаковка Николаевской области. Среди них преимущественно дети с ограниченными возможностями. Проживание оплачивают благотворители, в частности, фонд Рината Ахметова. Почему переселенцы не могут получить причитающиеся соцвыплаты от государства, они рассказали Анжеле Слободян. Луганчан расселили по двум спальным корпусам пансионата «Морская волна». Инна и ее дочь привыкают к новым условиям. Но не покидая тревожные мысли о муже и старшей дочери, они до сих пор остаются в Луганске. Когда разрываешь двоих детей, как они криком орут, когда разрывать семью, подумать, одного оставить, выбирать из двоих детей. Пятилетней Ангелине нужен особый уход. Из-за родовой травмы девочка не может ходить самостоятельно. Поэтому в первую очередь родители решили спасать от ужаса войны именно ее. Хорошо, что живем здесь спокойно, не стреляют, каждый день снаряды не летают над головами. Приняли, жилье все есть, оказывают помощь померную все, или картам. Столовую и спальные корпуса пансионата надлежащим образом приспособили для людей с особыми потребностями. На территории демонтировали высокие бордюры, обустроили проезд к морю. Чтобы людям с особыми потребностями было комфортнее здесь проживать, возле каждого корпуса установили вот такие вот пандусы. Пока дети наслаждаются солнцем и морем, взрослые размышляют о своей дальнейшей судьбе. Возвращаться домой слишком опасно, а платить за проживание на курорте слишком дорого. Помимо Илюши еще двое детей на инвалидности. Андрюше 9 лет, Анечке 6 лет с тяжелой формой инвалидности, соцвыплаты мы не получаем. Пособие не получаем. Получала через почту. Мое дело надо запрашивать из Луганска. Луганск не работает. Некоторое время руководство пантеоната содержало переселенцев долг. Но когда затраты стали чрезмерными, обратились к благотворителям. Фонд Рината Ахметова согласился и долг выплатить, и профинансировать проживание и питание луганчан до конца сезона. Принимают участие в размещении людей и финансировании питания, проживания, медицинское обслуживание. После помощи фонда переселенцы вздохнули с облегчением хотя бы одна насущная проблема для них решена. А уже к осени они надеются вернуться домой. Мы тоже надеемся, что к осени все смогут вернуться в свои дома. Одна проблема решена, но Рима остается очень много проблем. Я знаю, что фонд Рината Ахметова помогает и адресно людям, которые в этом нуждаются. Я читала на сайте новость, заявление о том, что около 15 семьям сегодня было принято или вчера было принято решение о выделении средств. С какими проблемами люди могут к вам обратиться? Потому что, несмотря на то, что идет война, люди по-прежнему болеют, у них по-прежнему есть определенные проблемы. Исторический фонд занимался адресной помощи. Естественно, занимается сейчас и фонд, и штаб, потому что люди продолжают болеть там, где проводятся боевые действия и переселенцы. Конечно же, инвалиды, это помощь на операцию, это, конечно же, помощь на восстановление жилья, шифер, окна. То есть, мы помогаем. Конечно же, знаете, нужно говорить о том, что мы не волшебники, что в фонде работают обычные люди и каждая проблема пропускается через сердце. Но стремиться помочь нужно. Спасибо вам большое. Телефонный фонд мы показывали на телеэкране. Вы можете обратиться. У нас в студии была Римма Фель, координатор гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. В ближайшие дни гуманитарную помощь от правительства обещают и луганчанам. В регион прибыли более 40 фур с продуктами и предметами первой необходимости. Часть груза уже раздали жителям освобожденного Лисичанска. Люди говорят, до появления караванов с помощью за булку хлеба приходилось платить 25 гривен. Сергей Зленко продолжит. В Лисичанске не работают магазины. Местные жители утверждают, из-за боев в городе едва не начался голод. У нас здесь продавался хлеб, даже можно было купить за 25 гривен буханку. То есть даже сухари, можно сказать, такие по 25 гривен продавались. Магазины все закрытые. Ничего нет. Ну, в общем, не очень первой свежести, конечно, но... Хлеб, картофель и другие продукты. 41 фура с правительственной гуманитаркой уже прибывала в Северодонецк. Это полтысячи тонн помощи из Киева и Днепропетровска. 25 грузовиков еще в дороге из Харькова. То вот. То же вот. Помогают разгружать фуры спасатели. Помощь уже получают жители Лисичанска. В ближайшие дни она отправится и в Луганск. Организована гуманитарная миссия по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей Луганской области. Мы работаем в тесном взаимодействии с Красным Крестом. То есть, на данный момент пришли все три каравана. Принимают гуманитарную помощь эксперты Красного Креста. Говорят, их цель максимально быстро доставить ее людям в осажденных городах Донбасса. Я так думаю, в первую очередь это зона военного конфликта, это Первомайск, это Горловка, это Луганск, это во вторую очередь по-видимому тем людям, которые уже приехали, но они приехали с пустыми руками, они приехали без одежды, они приехали без веков существования, поэтому, чтобы поддержать хотя бы немножко материально, мы, конечно же, будем раздавать эту помощь. В Красном Кресте понимают, их сотрудникам в зоне АТО придется рисковать жизнью. Однако, надеются у людей с оружием, хватит здравого смысла, чтобы не мешать доставить помощь нуждающимся. Прокомментируют ситуацию с гуманитарной помощью нам сегодня Олдрих Андресек, региональный представитель агентства ООН по делам беженцев в Украине, Молдове и Беларуси. Олдрих, добрый вечер. Добрый вечер. Первым вопросом я, конечно же, не могу не спросить, насколько увеличилось с нашего последнего эфира, с нашей последней встречи число внутренних переселенцев по территории Украины. Стала ли ситуация хуже на сегодня? Ситуация стала хуже, больше людей выезжало за это время, чем мы ожидали, честно говоря. Я не помню, когда был прошлый эфир, но 13-го была статистика 155 тысяч, и сегодня 177 тысяч. На время нашей последней встречи 117 тысяч вы озвучивали, это было около трех недель назад. Да, так это значит 60 тысяч разница. То есть ситуация продолжает ухудшаться, люди выезжают больше, больше, больше и больше. Да. Мы сегодня говорим о гуманитарной помощи, мы видели до этого сюжеты, как помогают волонтеры, как помогает государство. Я знаю, что и агентство ООН по делам беженцев не остается в стороне, и гуманитарная помощь предоставляется. Недавно вы были в Мариуполе и достаточно обширную гуманитарную помощь отвезли туда. Как там на сегодня обстоят дела, как живут переселенцы? Нужды там большие, потому что приезжает очень много людей, которые, я не знаю, если правильно сказать слово замучены, но многие выехали под обстрелом, накопилось там очень много уже негатива в том смысле, что месяцами не видели зарплату, социальные пособия, резервы, которые имели, я говорю с людьми очень часто, мои коллеги говорят с людьми, которые не имеют больше, чем 200 гривен, 500 гривен в кармане. Есть люди, которые уже не имеют ни копейку. количество в Мариуполе где-то 25 тысяч людей за последние пару недель, там Первомайский, Новоазовский район, мы начали там работать, договорились с губернатором, что надо послать там сотрудников, начали делать оценку. Привезли там помощи пока действительно мало, на самолете 4-5 тонн и теперь уже начали грузовиками посещать место, где сделаем первоначальную оценку. Что это такое? Надо посмотреть, чем люди нуждаются. То есть, что нужно не все подряд везти людям, а именно то, чего им не хватает. Это ошибка. Не можете завозить колбасу, если везде вегетарианы живут, по примеру, скажем так. Это не бывает. Электричество и колбаса не будет храниться в этих домах? Но некоторые места имеют огромное количество женщин и детей. И там личная гигиена у женщин отличается от мужчин. Дети по возрасту надо угадать более-менее сколько памперс. Если есть стариков больше, чем детей, снова другие нужды. Некоторые временные центры коллективные, где они получили приют, имеют условия, есть коллективная кухня, столовая. Некоторые люди должны готовить себе сами. Значит, покупаем кастрюлки, покупаем посуду. Теперь первый звонок был сегодня с утра из Харковского региона, прямо в Харкове, незатепленный объект, и директор просил 300 одеял. Уже людям с утра чуть-чуть холодно. гуманитарная помощь будет уже нам теперь медленно меняться на теплую одежду и одеяль. 25 тысяч людей, когда никто не знает, где они точно, где нет учета, где правительство еще до сих пор не взяло регистрацию, в первую очередь надо найти, в вторую очередь надо посетить этот центр или от правительства спросить скажите нам где сколько людей. Но эта система не работает. То есть есть проблема учета, не посчитано сколько где переселенцев, нет данных о том в чем они нуждаются конкретно, что им нужно и это тормозит передачу гуманитарной помощи. что чем ну конкретный пример приедет 100 людей, мэр их устроит, это не проблема. Он не предвидит, что приедет возможно тысяча. И если возьму мэра города Ялты, ему приехало пару десяток людей. Он не ожидал, что сейчас имеет почти 6 тысяч. Он их всех устроил, но частично последние которые приехали уже не устроил в каменные хорошие санатории, устроили их в санатории, которые разваливаются, которые уже три года были закрыты. И там совсем другие условия, совсем другие нужды этих людей. Некоторые люди мы виделись в машинах и в палатках, потому что уже нет кровотей. Другой пример санатории, это пионерский лагерь, приватный, просто мэр вышел на своего друга, тот открыл, ему включили воду, ему включили электричество, все незаконно, потому что санэдепит не пришел, разрешения нету, но людей надо было где-то устроить. 300 мест, но не было матрасов. Искали по всем регионе матрасы. Что-то нашли, что-то не нашли. говорит о том, что действительно нет учета того, что людям необходимо. Все начинается с учета. Переселенцы, которые сейчас находятся в мирных или освобожденных городах, худо, бедно, но живут. А что касается тех людей, которые на сегодняшний день в зоне активных боевых действий. До вас в нашей студии была Рима Филь, координатор гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова. Сейчас они направляют гуманитарный груз в Донбасс. И именно Луганск и Донецк остаются регионами, остаются городами, куда очень сложно или даже я бы сказала практически невозможно доставить груз. Может ли агентство ООН как-то этому поспособствовать? И вообще может ли кто-нибудь этому поспособствовать? Потому что там живут люди, у которых нет воды, нет еды, нет ничего. Если так посмотрим, самые нуждающие не те, которые в каком-то санатории при море у Мариупола, но те, которые в городах, которые без воды, без электричества, где еще идет даже обстрел. Конечно, туда заезжать теоретически возможно. Наша организация работает в Сирии в конфликтах, в Афганистане в конфликте, но как-то в других конфликтах мы всегда сумели договориться с другой стороной. Здесь пару факторов. Мы в Украине. Нас правительство не запросило работать в Донецке в зоне конфликта. Запросило Красный Крест. И Красный Крест туда заезжает, но с огромными проблемами. Ихняя безопасность тоже не гарантирована. То есть на что? Хуже, чем в Сирии получается? Что касается договоренностей между странами, которые держат оружие, тогда. Потому что заезжать сегодня в Донецк это могут себе позволить местные люди, которые, возможно, имеют местные связи, которые, возможно, имеют местные договоренности. Мы, как международная организация, пока не будем иметь зеленый свет от правительства Украины. И потом как-то договориться, чтобы нам не украли машины, чтобы не брали наших сотрудников в плене. Не убили хотя бы, действительно? Убийство это уже абсолютный вариант. Но неправительственные организации, которые там... Там работают много неправительственных местных организаций. Но международных, это международный Красный Крест, и пока я знаю, их люди были задержаны. Символика Красного Креста не получила уважение. Машины им украли. То же самое медицин Сан-Фронтье, коллеги, которые представляют именно медицинскую помощь. То есть, ничего святого. Даже гуманитарная помощь, даже работники Красного Креста оказываются под ударом и тоже страдают. Но не только под ударом, это просто грабится. То есть, гуманитарная помощь разграбляется на въезде, скажем, в регион, и люди ничего не получают. Иногда, да. Олдрих, какой вы видите путь решения проблемы? Я не знаю, может быть нам обратиться в какие-нибудь даже, не знаю, в высшие инстанции, какие-нибудь международные суды для того, чтобы обезопасили все-таки работников гуманитарной сферы, работников благотворительных фондов, международных организаций. Ведь как даже нужно людям доставить эту помощь? Честный рецепт, как этого добиться вам не могу дать. Наверное, если я бы вам дал такой рецепт, я бы не был представителем УВКБ в Украине, но был бы, возможно, генеральным секретарем ООН. Нет, но шутки с страной. Каждый конфликт, мало какой конфликт выигрывается военным путем. Большинство конфликтов решается за столом, переговором, уступками. И это всегда возможно сложнее, чем добиться военного успеха. Но за столом людей не убивают. Значит, договориться? Иначе люди будут страдать. Люди уже страдают, и мы надеемся, что действительно обе стороны сядут за стол переговоров, и гуманитарная помощь таки сможет попасть к нуждающимся. Но как минимум, мы, как гуманитарная организация, бы настаивали на этом, что от времени к времени наших сотрудников с грузом или на разведку узнать, что надо привезти. Но, честно говоря, сегодня можем заполнить много грузовиков и просто завозить слепую. Если повезем воду, она используется. Если повезем гигиену, она используется. Для многих людей даже едут. Мы знаем, что фонд Ахметова выделил серьезные средства. Я думал, они будут снимать острые грани, потому что они дома, они имеют свои структуры, и им, думаю, получится больше, чем международным организациям. Это очень здорово. Но для нас безопасность наших сотрудников международных или местных очередная. не можем посадить людей там, где их расстреляют или возьмут в плен. Мы надеемся на разрешение ситуации, благополучное разрешение ситуации. Спасибо вам за комментарии. Спасибо. У нас в гостях был Олдрих Андрисек, региональный представитель агентства ООН по делам беженцев в Украине, Молдове и Беларуси. А столичные волонтеры провели благотворительную акцию в поддержку жителей Донбасса, многие из которых уже вернулись в освобожденные города и поняли им негде жить. Дома и квартиры разрушены. Неравнодушные киевляне помогли пострадавшим от боевых действий. Надежда Волобоева подробнее. Мы приглашаем купить вас продукты для пострадавших людей, принести одежду, которая вам уже не нужна. Столичные журналисты недавно вернулись из Донбасса. Увидев разрушенные города, решили объединиться и помогать тем, кто в одночасье лишился всего. Люди, возвращаясь с двумя сумками, с которыми они бежали, они видят разрушенные дома и что у них ничего не осталось. И тогда мы решили именно для этих людей собрать помощь. Волонтеры разбили свой лагерь возле крупных киевских супермаркетов. За три дня собрали более пяти тонн вещей, продуктов и медикаментов. Говорят, неравнодушных к чужому горю много. Наши люди не должны чувствовать себя брошенными. Иногда они нас просто дивуют. А один мужчина принес форум подполковника, он влетчиком. Он говорит, я с удовольствием видам, хай какие-то мужчины входят в форум подполковника. А не, мы уже им передали. Красный Крест уже более ста лет профессионально занимается гуманитарной помощью в зонах военных конфликтов, а сейчас работает в Украине. Готуются инструкторы-психологи, которые буквально через тиждень будут формовать загоны психологов для того, чтобы они допомогали тем людям, которые потребуют этой помощи в местах, где пришли боевые действия. Инна по образованию психотерапевт. Она тоже планирует пройти курсы Красного Креста. А пока сортирует гуманитарку, которую собрали киевляне для жителей Славянска. Она даже психотерапевтская, она реально новая. Волонтер рассказывает, украинцы настолько объединились в желании помочь друг другу, что часто эти истории трогают до слез. У нас была бабушка, которая принесла пачку сахара, она стояла и плакала и говорила, что я больше ничем не могу вам помочь. не знаю, не знаю, что это. Рыбная, мука. На складе волонтеры движения ДИЯ раскладывают товары по пакетам. Завтра этот груз выезжает в Донбасс. Люди должны помогать друг другу. За счет этого мы будем вместе и у нас все будет хорошо. Отмечать день международной гуманитарной помощи стали после бомбежки офиса ООН в Багдаде в 2003-м. В Украине 19 августа уже имеет собственную историю. Историю, когда общая беда людей объединила и сделала добрее. У нас в студии Роман Орлов, координатор общественного движения ДИЯ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Роман, мы только что показали сюжет о том, как ваша организация, движения, волонтеры собирают помощь для жителей Донбасса. Я не могу не спросить, с чего все началось, потому что действительно масштабы достаточно уже большие, мы это увидели. Вы ведь журналист, правильно? Я продюсер, но я занимаюсь тоже и журналистской деятельностью. С чего все началось? Началось с того, что, конечно, когда мы наблюдали о том, что происходит на Востоке, мы очень переживали, как все люди. Но мы не ощущали действительно того ужаса на себе. Да, потому что по телевизору это не передается, то, что чувствуешь ты, когда приезжаешь туда. И вот, когда я по ходу своей работы поехал туда, первый раз, потом второй раз, я поехал после освобождения сразу в Славянск, Славянск, Краматорск, Семеновку, Николаевку и в Лисичанск, когда я попал уже в зону АТО, увидев то, что там происходило, увидев масштабы разрушения, меня просто это поразило. Вообще, я вернулся другим человеком. Я реально понял, что то, что я представлял о войне, это ничего не значит. То, что я видел в фильмах, это ничего не значит. И после приезда оттуда я был под сильным впечатлением, я собрал своих друзей, в первую очередь я показал видео, которое я снял, фото, это впечатлило. Их привез осколки снарядов, привез эти гильзы от автоматов, от снарядов. И говорю, ребята, ну, все медийщики, которые работают со мной, друзья мои, говорю, давайте объединимся, подключаем различных наших друзей, которые работают на других каналах, и говорим, давайте все-таки не словом, а делом покажем, что мы что-то можем помочь этим людям. Потому что разрушенные дома, целые подъезды рухнувшие, люди, которые даже не были в этих домах, а были как беженцы в других регионах, они стали приезжать и видеть, что у них ничего не осталось. Они как уезжали с двумя чемоданами, так и вернулись с двумя чемоданами. Только домах уже не ждет, собственно, ищение. Дома ничего нет, да. Вот и так родилась идея собрать гуманитарную помощь для этих людей, скорее даже адресную, точечную такую помощь. Я бы хотела, чтобы сейчас наши телезрители увидели телефоны на своих экранах для тех, кто хочет присоединиться к акции, стать волонтером акции. Вы можете позвонить и оказать любую посильную помощь. Вы упомянули, что эта помощь будет действительно адресной. Каким образом будет осуществляться передача гуманитарной помощи в города и в какие, собственно, города? Это очень важно. Вы в то время, когда мы смотрели сюжет, упомянули, что первая машина сегодня уже отправилась. Да, я даже не ожидал от того, что такие результаты будут нашей работы. Мы организовали вот этот сбор очень быстро. В течение недели мы договорились со всеми. Мы дали клич в соцсетях, мы собрали группу поддержки волонтеров, других, которые работали на других проектах, они к нам присоединились. За несколько дней мы собрали около пяти тонн. И сегодня утром машина, уже спакованная с пакетами, выехала в Славянск и Краматорск два города, которые будут, ну, первый вот это, первый груз, который мы доставляем, это в два города. Каким образом там люди могут получить эту помощь? Смотрите, в каждом городском совете есть списки тех, которые пострадали, адресные списки. И мы прямо едем по этим спискам в те районы, которые наиболее пострадали, на те улицы, которые пострадали. И прямо вот каждую семью мы передаем пакет, в который входит все самое необходимое. Это крупы, это консервы, это сахар, там соль, даже сладости для детей, бытовая химия и даже канцелярия, которая нужна детям в школу. Вот сейчас будет. Какие будут следующие города и когда вы планируете следующий сбор для того, чтобы максимально все желающие смогли к нему присоединиться? Смотрите, после того, как мы вернемся и покажем это, что мы уже помощь передали, мы для себя поставили такую самую важную цель оперативность. Потому что очень много подобных организаций, которые себя дискредитировали тем, что они собирали помощь, но потом куда она девалась, неизвестно. Вот, поэтому у нас сроки это неделя. мы собираем 3-4 дня, 5 максимум. Один день мы ее пакуем и следующий день мы отвозим и раздаем. Следующая партия у нас, я думаю, что мы начнем через неделю собирать следующий этап помощи в разных районах Киева. И следующие города это Лисичанск. Мы хотим захватить большой город и очень сильно пострадал после военных действий. Мы хотим захватить, звучит гуманитарной помощью это охватить. По-хорошему. Да, по-хорошему. Спасибо за ваше доброе дело. Мы призываем всех помочь гуманитарному движению ДИА. У нас в гостях был Роман Орлов, координатор общественного движения ДИА. Мы напомним, что в СНБО все активнее призывают жителей Луганской и Донецкой областей покинуть зону боевых действий. Штаб АТО проложил три официальных зеленых маршрута и по договоренности с боевиками ежедневно с 10 утра до 2 часов дня стрельба в районе маршрутов прекращается. Либерации из Донецка предлагают по Ленинскому проспекту до объездной дороги, а далее по трассе Донецк-Курахово через недавно освобожденную Маринку. Покинуть Горловку можно двигаясь по Ленинскому проспекту улицам Маршала Жукова, Витчизняна, Плеханова, затем в направлении Дружковки через Дзержинск. Из Луганска коридор берет начало с улицы Советской по фрунзе Шевченко, Коминтерна за городом по шоссе Луганск-Счастье. Мы просим выезжающих самостоятельно быть предельно осторожными. К сожалению, даже зеленый коридор является риском. Если вы нуждаетесь в эвакуации из зоны боевых действий, вы можете обращаться круглосуточно в гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рената Ахметова звонки на горячую линию бесплатные со всех телефонов. И напоследок хорошая новость. Крупнейшие телеканалы региона Донбасс и Ирта объединяют свои усилия ради оперативного информирования жителей зоны антитеррористической операции. Теперь смотреть программы канала Донбасс можно и в эфире Ирты, которая возобновляет свое вещание на освобожденных территориях Луганской области. На этом все. Встретимся в следующую среду ровно в 18.20. В студии работала Катерина Островушка. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова